Всем доброго времени суток, смотрите, подписчики, а также зрители моего канала, с вами Арторн. А сегодня у нас небольшой тест. Чёрные орки против минотавров. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. И напоминаю, ведь всё, что они делают в своём канале, делается лишь для вас и благодаря вам. Продолжайте меня мотивировать под видеороликами, и тогда стримов, прохождений, а также тестов будете выходить гораздо больше и чаще, нежели обычно. Я постоянно работаю и тружусь над своим качеством контента. Ну и давайте начнём. Что ж, пожалуй, поставим на паузу, и давайте быстренько пробежимся по навыкам, способностям и характеристикам данных юнитов. Ну что ж, чёрные орки, пехота с тяжёлым миссикирами, доспехи и бронебойность, 40 юнитов в отряде, 4760 юнитов. Ой, блин, какого говорю. Бывает, друзья, бывает. Я в одном ролике, кстати, тоже так же сказал, и такой, чё вообще, потом посмотрел в эту Ф. Ладно, ребят, неважно. Так, 4760 хп на отряд, доспехи 110, дисциплина 78, скорость 25, атака же в ближнем бою 34, защита в ближнем бою 22, силы оружия 32, плюс также навык бронебойность. Ну, неспособность, не знаю. Усиление нацистка 30, я сейчас вообще не варит голова, блин, только спать лёг. Такс, ещё не лёг, кстати. Маскировка, невосприимчивость к психологическому воздействию, бесстрашные. Ну что ж, и давайте-ка быстренько переметнёмся к минотаврам. Что скажут о себе минотавры? Чудовищная пехота, бронебойность нет, штрафа в лесу 6 минут в отряде, 3720 хп на отряд, доспехи с 35, дисциплина 68, скорость 50, атака в ближнем бою 40, защита в ближнем бою 34, силы оружия 89, также бонус по бронебойность. Усиление нацистка 36, а также есть навыки, штурм укреплений, страшный вид, а также тяга крови, улучшение, длительность постоянная, цель сам отряд действует, если есть подходящие цели, недоступно, если они сломлены. Дефекты плюс 20% к скорости, плюс 12% к дисциплине. Ну, а мы давайте-ка начнём. Поехала жара. И напоминаю, что сейчас я буду делать гораздо больше тестов, нежели обычно, потому что у меня освободилось время, также мы продолжаем делать прохождение за стрим, ой, кого говорю, за сиракуза, ну и, конечно же, стримы по антам, по зверлюдам я стримы свои закончил все, потому что с зверлюдой, как я уже сказал, очень довольно просто играть. Да, и всё это делал я на, собственно говоря, на стримах, поэтому никаких прохождений там не было, поэтому всё, люди наглядно видели, спрашивали, показывал, я всё сам. Так что, ребят, напоминаю, если есть какой-то вопрос, пожелание или что-то ещё, то, ребят, пишите, я с удовольствием прочитаю и отвечу. Орки уже готовы, остаётся лишь ждать, когда минотавры достигнут их, или достигнут их. Посмотрим заодно на натиск минотавров по чёрным оркам. Очень хотелось бы увидеть. Конечно, это эпик. Вот честно. Всё, пошла жара. Наблюдаем. Ещё. Нихера, просто жесть! Смотрите, чёрных орков тупо унесло. Избранные себя получше показали. Но всё же, по стоимости они равны. Что ж, чёрных орков 400, минотавров получается 60. Это сурово, конечно. Люблю наблюдать за подобными битвами, потому что они настолько эпичные, настолько жестокие, что просто дух захватывает. Вы посмотрите, что творят минотавры. Но чёрные орки тоже держатся и не сдаются. Как же мне не в аху напоминают, а? Вы посмотрите на эту жесть. Хорошо прям, да? Чувствуете? Не знаю, я как-то даже кайф ловлю с этого, что ли. Да, какой-либо там не было игра. Я Тилл Ту 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 Вор, Ром Ту Ту Вор 2, Медиа Ту 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 Вор 2. Да тут же Вархаммер. Везде ловишь кайф, чисто от битвы. Как это было больно, наверное. Ну чёрные орки в соседине плохо так держатся. Ах, жать какая. Ну что ж. Как мы видим, минотавры всё-таки сразили чёрных орков. Я даже не удивлён на самом деле. Ну, кстати, я смотрел сам для себя, то, что чёрные орки тоже не вывозят против избранных. Избранные не вывозят бронеломов. Минотавры бронеломов вывезли. Одна фишка, скажу вам, почему так произошло. У минотавров очень высокий натиск. Благодаря этому они довольно просто справляются при первых столкновениях с противником. Почему они проиграли, допустим, тем же самым избранным? Сейчас объясню. У избранных хорошая, получается, стойкость к натиску. Нежели, допустим, ну, даже по описанию, когда мы смотрели характеристики, я сам для себя сравнил. У избранных высокий, как я уже сказал, уровень стойкости к натиску. Нежели, допустим, у того же, тех же орков. Дальше можно сейчас посмотреть, чём он понят. Ну вот, всего лишь-то... Сколько здесь? Ну вот вы сами всё наглядно видите, да? И, в общем-то, какой вопрос, ребят? У бронеломов та же самая дилемма. Допустим. Ну, в общем, просто они не вывезли, у них мало стойкости к натиску. Вот, и избранные... Я, короче, заговорился и уже... Такс, ладно. Ну, как я и ожидал. Ну что ж, если вам понравился данный видеоролик, и... Можно поставить лайк. В общем, ребят, я старался. Вроде как сделал всё грамотно. Выглядит всё даже очень эпично. И... В самом деле, и карта даже подходящая. Кстати, эта карта была добавлена с апдетом .2. И, надеюсь, она вам понравилась. Выглядит она очень даже презентабельно. И, в принципе, ребят, на этом всё. Удачи, до новых встреч. Увидимся пока-пока. Если у тебя есть какие-то новые идеи, то пиши в комментариях. Обязательно. Обязательно пиши в комментариях. И, собственно говоря, я начну снимать. Всё для вас. И благодаря вам. Удачи вам.